И мы поговорим на такой, не скажу замечательной, на рассложенную и очень важную тему, как болезни картофеля. Что, как, зачем, почему. В конце этой сессии у вас будет возможность задать вопросы экспертам, обсудить, может быть, детально какие-то вопросы. А сейчас позвольте представить наших экспертов. Это Юлия Шиманская, менеджер по развитию фунгицидов на специальных культурах. Она также выступит модератором данной сессии. Антон Садыков, эксперт по испытаниям средств защиты растений в России. И вы уже знакомы с Михаилом Плекневичем, менеджером по развитию продуктов СССР на специальных культурах в странах СНГ. Ну что, друзья, хорошего вам интервью. Спасибо, Дмитрий. Всем добрый день. Рады вас видеть. И сегодня на этой секции мы обсудим с вами патогены, возбудители болезни картофеля. Согласитесь, получить качественный урожай довольно сложно. И мы сталкиваемся в течение сезона с разными болезнями. Буквально вот в 2022 году, в ноябре, мы провели в разных регионах, в Брянске картофельный регион, в Тверской области, где тоже присутствовали с Московской области, с Великой Новгородской области картофелеводы, Ростовской области, Волгограде. Круглые столы по картофелю. И, знаете, мы задали вопрос участникам, какое заболевание доставило вам самую большую проблему в сезоне вегетационном. И настолько велико было наше удивление, не только наше, но и самих участников, что 68% аудитории отметили проблему с альтернариозом. И только 8% указали, что была проблема с фитофторозом. То есть, представляете, как за последние буквально три года изменился фокус проблематики? Насколько мы сейчас столкнулись и осознаем проблему альтернариоза на картофеле? Может быть, вот мы обсуждали с ребятами, может быть, мы настолько научились уже защищаться от фитофтороза, правда? Мы уже понимаем, в какую фазу работать против фитофтороза, чтобы не допустить этой болезни. А вот с альтернариозом еще есть вопросы. И поэтому мы хотим сегодня обсудить, что это такое, как это выглядит, когда начинает развиваться, когда заражает растение. И как нам с вами верно построить систему защиты против альтернариоза, чтобы не допустить потери урожая. И первое, с чего хочется начать, вопросим Михаила обозначить, что же нам искать в поле. Как нам отличить фитофтороз, это альтернариоз. Ведь не бывает такого, редко случаев, когда мы видим красивые, например, какие-то признаки одного заболевания. Всегда есть смесь. И понять, что у тебя на поле, это тоже за один день не научишься, правда же. Поэтому, Миш, помоги, пожалуйста, нам различить, на что обращать внимание на поле, на растении. Спасибо, Юль. Да, самый, наверное, действительно важный животрепещущий вопрос. Почему важно уметь отличать листовые пятнистости на картофеле? Потому что на разные листовые пятнистости совершенно разные методы борьбы. Ну, я имею в виду химические методы борьбы. Потому что, если мы возьмем фитофтору, это не гриб, это оомицет. И там идут одни препараты. А если мы берем альтернарии, разные виды альтернарий, это настоящий гриб. И там идут совершенно другие препараты. То есть триазолы на фитофтору никакого действия не окажут. Наш новый Миравис, который великолепно работает на настоящие грибы, на фитофтору тоже никакого действия не окажет. А какой-то препарат типа Квадриса, например, он сработает и на то, и на то. Потому что он широкого спектра действия. Но не так хорошо на фитофтору, как сработал бы, например, специализированный препарат типа Ревуса, Кориалофлекс. Поэтому, когда вы в поле, вам надо знать, с чем вам надо бороться, чтобы определить, какой же препарат выбрать. Фитофторный, альтернариозный или какой-то комбинированный препарат типа Ревусотоп, например, когда у вас комплексная инфекция. И с этого надо начинать. Вот, наверное, уже много-много лет рассказываем, но надо все равно говорить, потому что это не так просто. Это на картинке все хорошо. А бывает в поле приходишь, и там уже подсохла ботва. И что это там, черт его знает. И постоянно меняются, приходят новые агрономы, новые люди. Вот Дмитрий рассказывал, что в нашем регионе самые молодые агрономы во всем мире. То есть постоянно меняются, приходят новые ребята, надо учить. Поэтому, если начинать, скажем так, уровень 1, это аз, азы, отличить фитофтору от альтернарии. Уровень 2, это уже такой продвинутый левел, это уже научиться разбираться в альтернариозах между собой, потому что тоже важно. Но вот мы сейчас про уровень 1 поговорим. То есть уровень 1, ну я думаю, процентов 80 из вас, может и 100, его там великолепно знают, но просто напомнить на всякий случай, альтернария фитофтора. Вот такое часто видите и такое часто видите. То есть чем они отличаются? Во влажную погоду лучше всего смотреть, это либо после дождя, либо рано утром, когда вот росы. Значит, на альтернарии воспороношения никогда не увидите. На фитофторе, на нижней поверхности листа, то есть та, которая обращена к земле, очень часто есть белый налет, особенно по краю пятна. Иногда на всем пятне, ну особенно по краю пятна. Вот, то есть дальше. Пятно фитофторное, оно вот такое, как будто маслом облили растение, оно такое размягчающееся. Пятно альтернариозное, оно сухое. Дальше, опять же, вот наличие водянистой каймы на границе здоровой и пораженной ткани. Видите, у альтернария это четкая граница, как отрезано, вот оно видно. У фитофторы вот эта водянистая кайма, плавное перетекание здоровой ткани в больную, оно имеет место. Это тоже отличие. Поверхность пятна. У фитофторы это чаще всего гладкое пятно. Ну оно такое вот, как бы оно в таких вот плавных краев. У альтернарии оно резаное очень часто такое, концентрическое. И вот очень часто видны вот эти мишеньки, как будто в тире. Ну про это на уровне 2 поговорим. Там будет отличие мелкоспоровых альтернариозов от крупноспоровых. Но вот эти вот мишеньки, такие вот внутренние круги, как кольца, годовые кольца деревьев иногда можно увидеть. Концентрические. Концентрические круги. Это только альтернария. Дальше. Расположение пятен. У альтернариозов хаотичное, оно может быть где угодно. У фитофторы чаще всего идет, начиная с краев листа, переходит, потом захватывает всю листовую пластинку. Ну и изменение цвета листа. У фитофторы лист не желтеет. То есть вот это пятно, он чернеет, он коричневеет. У альтернарии очень часто листья, вот на начальных симптомах желтизны нет, но потом очень часто появляется еще и вот этот вот хлороз, то есть листья начинают желтеть. Вот. Вот это такая базовая штука. Ну, обычно в поле, ну, бывает оба патогена, или бывает что-то одно, но сложно сказать. И это наиболее видно на ранних стадиях. Потом, когда у вас уже все горит в поле, вы уже не разберетесь. Поэтому очень важно поставить раннюю диагностику. Когда болезни только появились, надо определить, что это появилось, фитофтора или альтернария. Потому что на поздних стадиях уже все равно фунгицид у вас уже не сработает. Вот на ранних стадиях, вот сейчас, вот когда вот эти первые пятна появились, вам надо четко поставить диагноз. Да, Миша, спасибо, что вот у нас есть какие-то уже основные ориентиры, да, фитофтора и альтернария. Но сколько же видов альтернарии еще имеется у нас? Это тоже непросто. Мы часто видим и вот такие вот разные пятна. Расскажи, пожалуйста, чем они отличаются? Ну и да. То есть, когда мы уже научились отличать фитофтору от альтернарий разных, переходим к более продвинутому уровню, как между собой отличаются альтернарии. Их много разных видов. Но тут на картинке просто показано про альтернариозы, что он поражает в основном листья. Вот видите, вот там вот эти красивые концентрические пятна тоже видны. Это вот для одного из видов альтернария сала нехарактерны. Вот. Поражает также и клубни, но в гораздо меньшей степени. То есть, фитофтора сильнее клубни поражает, но бывает и альтернария. Ну и вот если, например, взять, просто смыть, сделать как бы во влажную камеру, положить этот листочек, потом сделать смыв и посмотреть под микроскопом, то вы увидите вот такие вот булавовидные канидии, вот это типичное канидии для альтернариозов. Фитофторы вы такого никогда не увидите. То есть, более вытянутая это альтернария салани, а самая более распространенная, правильно, альтернария. И альтерната реже, но бывают прямо вместе они. Да, они бывают вместе, да. И вот если поговорить об источниках инфекции и как они контролируются вообще, что патоген, что сапаратров. Ну вот здесь вот мы переходим именно к уже развлечению альтернарий между собой. Альтернарии бывают нескольких видов, которые поражают картофель. Вот есть паразитические, то есть патогены, специализированные патогены для, скажем так, пасленовых растений. Их два вида. Это альтернария салани и альтернария томатофила. Доминирует альтернария салани. Значит, это вот примерно, скажем так, это специализированный патоген. То есть он именно заточен под пасленовый, вот под картофель в частности. То есть его характерный внешний вид, это вот такие достаточно крупные пятна с вот этими вот концентрическими годовыми кольцами, как я уже рассказывал раньше, с четкими краями. И да, они как бы потом, вот видите, идет пожелтение, как я и говорил, что начинается пожелтение, но пятно крупное. Вот симптом, что это крупное пятно. И бывают еще сапротрофы. То есть что такое сапротроф? То есть это прежде всего микроорганизм, который питается на растительных остатках, но он факультативный сапротроф. То есть он может быть и паразитом. И если мы это дело совместим, ну легко понять ослабленное растение. То есть если салани – это паразит, это конкретный патоген, он может и на сильное растение накинуться, без проблем. Сапротрофы, они ослабленные растения, уже, скажем так, добивают. И начинают они вот с таких вот мелких пятен. То есть у альтернарии салани, у нее крупное пятно, с такими вот концентрическими кругами. У сапротрофных альтернарий – это может быть альтернария-альтерната, альтернария-тенуисима, альтернария-инфектория. Ну, доминирует альтернария-альтерната. Вот. У них, условно говоря, начинаются мелкие многочисленные пятна. Вот прям как такое в точечке. И потом оно все начинает сливаться, образуя уже месиво. И там уже, когда уже вы упустили начальный этап, там уже потом не разберешь. Там могут быть обе альтернарии. Ну, как-то так. И что важно заметить, что контроль фунгицидами альтернарии салани, который специалист, он в целом более высокий, чем контроль фунгицидами сапротрофных альтернариозов. Их сложнее проконтролировать. Там уровень контроля всеми фунгицидами в целом немножко ниже. Да, Миш, и, конечно же, вот мы видим довольно часто картину, когда смесь разных возбудителей альтернариоза. Да, а здесь уже смесь. Тут вот альтернариоз, но есть салани с альтернатой вместе. То есть вот когда уже... Вот тут есть и крупные концентрические пятна, так и мелкие вот эти пятна от сапротрофных альтернариозов. Вот и оно уже в итоге, листочек сливается, вот на уже увядшем листе уже сложно сказать, что тут началось сразу, салани или альтерната. Оно уже уничтожило. Ну, мы видим, что салани тут была, и уже вот эта вот желтая характерная кайма, то есть листок еще дает хлороз. То есть видно, что это не фитофтороз. Да, и реально, это вот картина в поле, которую мы можем наблюдать. Но давайте обсудим, а какие факторы вообще способствуют появлению, проявлению, так сказать, уже признаков альтернариоза на картофеле? На что стоит обращать внимание? Что есть в хозяйстве, что есть на поле в конкретных условиях? Что может привести к появлению альтернариоза, Миш? Ну, вот это очень важный и очень такой интересный момент. Смотрите, когда мы говорим про альтернариозы паразитические, то есть патогены, это альтернария салани, есть такое заблуждение, что ей нужна сухая, жаркая погода. Не совсем так. Идеальное условие для альтернарии, в принципе, для любых альтернарий, ну, прежде всего для альтернарии салани, это не сухая, жаркая погода, а сухая погода с обильными, жаркая погода с обильными осадками. То есть вот разница какая? Смотрите, фитофторе нужен дождь три дня с низкими температурами и обильными ночными росами. Ну, это идеальные условия. Это просто, ну, вот условно говоря, это такие, знаете, иногда наступают дни, когда дождь идет и идет, идет и идет. Мелкий моросит, все время туман, влажность и низкая температура, и похолодание, и вот так вот на улице вот неприятно. Вот это вот фитофторная погода. Альтернариозная погода, это когда у нас жара стоит, потом ливень, раз. А потом опять жара. Потом опять жара, потом снова ливень, раз. Да, ну, то есть вот это альтернариозная погода. И альтернария салани очень любит такую погоду, когда у нас одновременно и жарко, и влажно. Вот тогда она пойдет. Это ее как бы плюс. Что еще важно? Имеет значение чувствительность сорта. Есть сорта устойчивые к альтернариозам салани. Есть сорта, которые более восприимчивые. И плюс еще важный момент. Стрессовое состояние растений неприоритетно. То есть альтернария салани прекрасно поражает здоровое, хорошо чувствующее себя растение. Как и фитофтора. Это их роднит. Альтернарию салани и фитофтору. Это специализированные патогены. Им не важно, растение там ослабленное или не ослабленное. Они на полностью здоровое растение прекрасно сядут и начнут его кушать. А вот сапротрофы совсем другая история. Они не специализируют, не специализированные патогены. Они предпочитают мертвую ткань или ослабленное растение. И вот поэтому альтернария альтерната садится на стрессующее растение. Ей не так важно вот это вот такие идеальные погодные условия, как для альтернарии салани. У нее нет таких четких вот прям вот научных данных, что вот такая погода лучше, такая хуже. Она, в принципе, может при любой погоде развиваться. Для нее важнее, чтобы растение было ослаблено. Вот когда у нас растения там после гербицидного стресса, когда они недокормлены чем-то, нехватка каких-то, бедные почвы, и вообще они такие сидят и плохо себя чувствуют, и начинают где-то там и подведать, или жара, засуха, там не хватает влаги. Вот на такие ослабленные растения они и так страдают. Обязательно придет альтернария альтерната, чтобы помочь его уничтожить. То есть и особенно, вот я говорю, проявляется сильно на растениях, находящихся в сильном стрессе. Вот такая принципиальная разница между этими альтернариозами. То есть это условия, которые способствуют развитию. И мы понимаем и знаем, что в стадии, в фазе развития, в фазу активного роста картофеля патоген присутствует уже там. Но пока растение крепкое, сильное растет, факторов нет, способствующих не проявляется. Накапливается инфекция уже к цветению, и там уже при различных складывающихся факторах, вышеперечисленных, может быть проявление уже болезни. Вот это, если говорить о фазах развития. Да, можно я буквально дополню, что если мы не берем альтернату, вернее, если мы не берем ослабленные растения, там вообще нет никакой закономерности на ослабленных растениях. Если мы берем растения, нормально возделывающиеся под хорошие технологии, то где-то риск начинается где-то через 6 недель после полных сходов. То есть на молодые растения, которые вот только-только, как правило, физиологические альтернарии еще не идет. Но вот где-то 6 недель после полных сходов все, наступает рисковое окошко. И вот если условия вот эти вот есть, альтернария обязательно появится. Да, да, да. Именно так. И мне хочется у Антона спросить. Антон отвечает за опыты на нашей исследовательской площадке. Я думаю, многие присутствовали. В Коломне у нас проходили мероприятия в предыдущие годы. У нас там мелкие делянки. Проводятся испытания и фунгицидов, инсектицидов, протравителей. Много повторностей. Но наш отдел исследований, он закладывает такие опыты не только вот на этой площадке исследовательской, но и в хозяйствах. Потому что нужны разные объекты. И мы тоже ищем, где этот объект есть, чтобы нормально испытать в сложных условиях продукты. Антон, скажи, пожалуйста, по твоему опыту, какие критические факторы ты наблюдал за годы испытаний? Что бы ты мог сказать об альтернарии? Да, Юль, я часто наблюдаю эти факторы. Михаил очень подробно о них рассказал. И я часто замечаю, что альтернария в первую очередь садится на растения, которые каким-либо образом ослаблены. Например, я постоянно вижу, что стоит, например, растение одинокое, но поражённое вирусом, и именно на нём в первую очередь появляется альтернария. Хотя вокруг всё поле может быть абсолютно зелёным. Другой ещё фактор, который я замечаю, это засуха, то есть стресс для растения. В прошлом году у меня был на двух полях высажен картофель с одной партии, примерно в одни и те же даты. Это в хозяйстве, правильно? В хозяйстве и на опытном участке. Всё примерно одинаково, погодные условия, всё очень близко. Только на одном участке, на одном поле был капельный полив, а на другом полива не было вообще. И на поле, где не было полива, альтернария проявилась на три недели раньше, чем на поле, где был полив. По-моему, это очень большая разница. И, на мой взгляд, вот это вот качественные семена, такие факторы, и агротехника хорошая. Это такой стартовый фундамент, который даёт задел на здоровый картофель и высокие урожаи. Ну а сверху потом ещё можно положить, и лучше положить, конечно же, качественную защиту, продуманную систему, чтобы вообще полностью исключить присутствие заболевания на поле. И тогда мы получим самый наилучший результат. Да, вот как раз, Антон, ты и перешёл плавно к тому, как нам построить защиту, не то что защиту, знаете, как построить, выстроить меры борьбы, на что нам обратить внимание. Миш, вот можешь ты так перечислить какие-то основные факторы, что должно входить в те меры, направленные на борьбу против альтернариоза, предотвращение даже. Спасибо, Юль. Ну да, на самом деле факторы там всем нам известны. Тут просто надо ещё раз это всё напомнить, собрать в кучу. Начиная, то есть надо, чтобы растение себя хорошо чувствовало, чтобы оно не было застрессовано. То есть это севооборот, чтобы там не было монокультуры. Это, естественно, своевременные, в оптимально агрономические сроки проведение всех агрономических мероприятий, будь то вспашки, культивации, посадка, все подкормки, то есть всё должно быть своевременно сделано. Очень важно здоровый посадочный материал, потому что если материал нездоровый, то растения будут ослаблены. Опять же, на ослабленные растения садится альтернариоз. Ну и потом в течение периода вегетации обязательно минеральное питание. То же самое, чтобы уйти от стресса. То есть это макроэлементы, это микроэлементы, это какие-то ростостимуляторы, биостимуляторы, то есть все подкормки, которые вы делаете, мне корневые, листовые подкормки. То есть всё, чтобы растению было хорошо, оптимально сбалансировано. Ну и, конечно же, пятый фактор, самый важный, это своевременная качественная фунгицидная обработка правильными препаратами. То есть да, вот получается, что соблюли все факторы такие, физические, так сказать, подготовили культуру к выращиванию, всё провели, но мы должны придерживаться и системы защиты, то есть построить систему защиту соответствующую. И тут, Миша, хочется спросить у тебя, как же подобрать продукты, какие действующие вещества, как они работают против альтернариоза. И мы тут подобрали, составили таблицу, какие действующие вещества направлены на контроль альтернариоза. Разные. Я сразу смотрю, пошли вверх фотоаппараты, всё правильно фотографируете, это открытая информация, она есть во всех источниках, это, в принципе, евроблайтовская таблица, переведённая на русский язык, но я думаю, вы все знаете, что такое евроблайт, вам все рассказывали, что есть такая организация в Европе, которая занимается фитофторозом и альтернариозом. Значит, препараты, разные препараты обладают разной эффективностью, мы тут специально не указываем коммерческих названий, чтобы никого не обижать, и никто там ничего не искал. Действующие вещества, тут, скажем так, я не буду там транслировать действующие вещества в препараты, вы все умные люди, вы все это можете сделать самостоятельно. Могу сказать только, что есть препараты, которые сильнее работают, есть препараты, которые слабее работают. Вот, например, каких-то специализированных препаратов, оомицетных, тут нет, которые работают на фитофтору, типа нашего Ревуса, есть там конкуренты у других компаний, которые работают только на фитофтору. Очень мощные продукты, но работают только на фитофтору. Здесь их нет, то есть там эффекта не будет. Но опять же надо понимать, что эффективность начинается, ну, мы можем говорить, что вот хлоротоланил – это наш продукт, это браво, но у него где-то можно говорить, что он начинает работать на альтернарию. В принципе, неплохо, но есть препараты, которые работают лучше. Потом у нас идут дитеокарбоматы. Это контактники, всякие разные манкоцебы и так далее и тому подобное. Видите, стоит уже два плюсика, но сносочка при дозе выше полутора килограммов на гектар. Вот пересчитайте, сколько у вас манкоцеба в Редомиле и в других препаратах, и посмотрите, будет этот ваш препарат работать на альтернарию или не будет. То есть для альтернарии нужен вот такая вот норма, чтобы был такой вот в принципе приемлемый контроль. Не идеальный, но приемлемый контроль альтернарии. Потом, если мы походим дальше, тут уже пошли комбинированные препараты, но я бы обратил внимание, дифеноконазол – это Скор. Скор работает замечательно на альтернариоз, и также у нас есть еще азоксистрабин – это квадрис. То есть вот стробилурин и триазол. То есть оба эти препарата, они больше специалисты именно по альтернариозам. То есть если мы говорим про фитофтору, например, дифеноконазол вообще работать не будет. Азоксистрабин работает, но у него там не максимальные звездочки, а, скажем так, средний уровень эффективности, к нему надо что-то добавлять, если мы очень сильно хотим фитофтору снять. У нас азоксистрабин в России зарегистрировано в почвенное применение, не фолиарное, Миша. Да, ну я имею в виду, что в некоторых странах, вот в частности в Белоруссии, есть регистрация квадриса и фолиарная. Но мы четко отдаем себе отчет, что там эффективность не будет там суперская, она будет средней, к нему надо что-то добавить. Вот, поэтому и есть комбинированные препараты, которые разные, вот там условно говоря, тут скрыт наш, например, редамил голд, у которого стоит два плюсика, за счет Манкоцеба, которого там 1640, по-моему, он будет работать на уровне двух плюсов. Потом тут идут три звездочки, вот, например, Мандипропамид, Дифеноконазол, это Ревустоп. Мандипропамид никакого действия на альтернарию не оказывает, а Дифеноконазол как раз-таки скоро прекрасно работает на альтернарию. Ну, дальше тут пошли препараты конкурентов, есть хорошие препараты с хорошим эффектом, вы все их знаете, вы все умные люди, вы все найдете в интернете, а может быть, и сразу скажете, что это за препараты. То есть препараты хорошие, есть у Сингента такие препараты, есть у конкурентов такие же препараты. Конечно, просто надо обращать внимание, да, и какой продукт работает, например, целенаправленно против фитофтороза, комбинированные или соло продукты работают против альтернариоза. И мне хочется, конечно, добавить здесь о нашей новой молекуле, адипидин. Фунгицид называется Миравис, молекула действующего вещества адипидин. И как раз у нас уже есть регистрация, Миша говорил на пленарной сессии особенности этого продукта. Я хочу единственное добавить немного о фунгициде Миравис, что молекула адипидин, для нее специально в классе, в химическом классе из ДИЧАЙ, то есть это фунгициды, которые блокируют фермент у патогена, который называется сукцинат-дегидрогеназа, поэтому класс называется из ДИЧАЙ по первым буквам английского названия этого фермента. И вот в этом классе для адипидина создана отдельная подгруппа, то есть он отличается от остальных молекул этого химического класса. Что это дает? Немного другое строение молекулы дает дополнительные функции, то есть более широкий спектр контроля патогенов, очень высокая липофильность, то есть связывание с восковым слоем растения. И он формирует, как Миша говорил на пленарной сессии, так называемый адипидин-резервуар. Там накапливается фунгицид, и он потом постепенно переходит в ткань. И вот благодаря этому свойству, высокой липофильности и связыванию, конечно же, это длительное действие и высокая дождеустойчивость у фунгицидов Меравис. Поэтому пробуйте, применяйте уже в новом сезоне этот фунгицид, он доступен для заказа. И хочется с вами поделиться интересным опытом, когда же начинать работу против альтернариоза, какова наша стратегия, как нам ее построить, чтобы максимально уйти от этого заболевания и спасти наш урожай. И тут я хочу отметить тот момент, что наш исследовательский отдел плотно работает с Институтом картофелеводства в НИИФом. С Институтом фитопатологии. В НИИФом. В частности, с Марией Алексеевной. И она первый человек, который держал в руках фунгицид Меравис. Это я так считаю. В России, кстати. Это так, да. И вот она проводит очень широкие опыты по отработке именно технологии и тактики борьбы против фитофтора, и в частности, по альтернариозу. И был проведен ею широкомасштабный такой опыт. Попросим Михаила. Он общается с Марией Алексеевной. И хочу попросить прокомментировать, рассказать, в чем суть этого опыта. И вот этот опыт даст нам с вами понимание, когда приступать к борьбе против альтернарии. Какие продукты выбрать из какого класса. И как это отражается на качестве и на урожайности картофеля. Миш, пожалуйста. Да, конечно. Смотрите, опыт реально очень интересный. Огромное спасибо Марии Алексеевне за его исполнение. Тут вот эта очень сложная таблица. Я вам сейчас объясню, вам сейчас все станет понятно. Ну, вот там вот идут, было 6 обработок в опыте и 9 вариантов. То есть обработки начинались с конца июня и там с определенным интервалом, там от 7 до 14 дней шли до где-то начала августа. После этого там уже увядание ботвы и дальше не надо. Значит, вариант, тут как такового контроля не было. Это был такой опыт, ну, не совсем, что ли, скажем так, ну, то есть контролем служила вот вариант номер один фитофтора. То есть в опыте оценивалась альтернария, но нам надо было снять фитофтору, чтобы она нам не мешала. То есть, и вот в варианте номер один шесть раз подряд работали препаратом антифитофторозным, который не оказывает никакого действия на альтернарию. То есть это, я не помню, какой это мог быть препарат, но вот если брать сингентовский портфель, у нас это препарат Ревус может быть, есть такие препараты и у Байера, и там и других фирм. Ну вот, допустим, это был препарат Ревус. То есть вот первый вариант было шесть обработок антифитофторозным препаратом с отсутствием эффекта на альтернарию. То есть альтернария могла там проявляться, прекрасно себя чувствовать. Это как контроль по альтернарии. Второй вариант, третий и четвертый. Смотрите, здесь работали первый раз 22 июля по первым признакам. То есть это была не профилактика, это была работа, когда пришли на поле и увидели, что пошла альтернария. То есть до этого три раза уже сделали обработки против фитофторы, потом зашли и по первым признакам сработали, и потом еще одну обработку сделали через там 8 или 9 дней, еще одну обработку, ну и потом уже завершили шестая обработка, там уже была антифитофторозным препаратом только. И в чем была разница во втором, третьем и четвертом варианте? Значит, вариант номер 2. Тут у нас был контроль, ну это был, скажем так, ревустоп, то есть вот амид, это мандипропамид, и триазол, ну мы все знаем, что там дефеноконазол, да? То есть он снимает и фитофтору, и альтернарию. В третьем варианте, смотрите, фитофтора работали каким-то фитофторозным препаратом. Ну это баковая смесь, противофитофторный продукт. То есть взяли тот же препарат, допустим, Ревус, которым работали и до этого, и добавили к ней альтернариозный препарат, который состоял из СДХА плюс стробелурина. Это не сингентовский препарат, то есть он содержит в себе карбоксамид плюс стробелурин. Хороший, мощный фунгицид. И тоже сделали две таких обработки. И третий вариант, четвертый в данном случае, это тоже был антифитофторозный препарат, допустим, Ревус, плюс альтернарию мы снимали дитеокарбоматом, то есть контактником каким-то. Ну типа манкоцеба, пинкоцеба, что-то такого плана. Вот. И этим отличался второй, третий, четвертый варианты. Дальше. Пятый, шестой, седьмой. Тоже, те же шесть обработок, те же из них четыре, только фитофторные, и две фитофтора плюс альтернария. Но они были немножко в разные сроки сделаны. То есть здесь сработали не 22 июля, а 13 июля на девять дней раньше. И это была профилактическая обработка, но она была последней, перед последней из профилактических. То есть, условно говоря, это та обработка, которая мы, грубо говоря, попали в яблочко. То есть вот после ее проведения в поле появилась альтернария. И здесь те же варианты, то есть, условно говоря, пятый вариант надо сравнивать со вторым, то есть, условно говоря, реву-стоп, только он был... Те же продукты применялись, только в разные сроки. Только он был, видите, применен во втором варианте 22 июля и 1 августа, а тут вот на неделю раньше, 13 июля и потом 1 августа. А между ними поставили, заполнили нишу фитофторным препаратом. В шестом варианте это был вот комбинированный SD-CHA плюс стробилурин, его надо сравнивать с третьим вариантом. И в седьмом варианте это был, условно говоря, фитофторный препарат плюс контактник, его надо сравнивать с четвертым вариантом. Вот четвертый и седьмой. Пока все понятно, коллеги? Ничего сложного. Дальше. Восьмой и девятый варианты. Здесь уже на фоне той же фитофторной защиты мы сделали не две обработки, а три обработки альтернариозных. То есть на фоне, то есть мы сделали вот эту первую профилактическую 13 июля, и она была Ревусом ТОП. Потом вторая обработка была чистым Ревусом, допустим, и каким-то контактником. Добавили просто к Ревусу контактник, по сути, 22 июля. И 1 августа сделали хороший комбинированный фунгицид SDHI плюс стробилурин. То есть три обработки вместо двух. И последний, девятый вариант. Сделали вот эту первую обработку еще раньше. То есть было по сути две профилактических и потом уже две куративных обработки. То есть она началась вообще 3 июля. То есть сделали вот этим сильным фунгицидом карбоксамид плюс стробилурин. Потом сделали вторую профилактическую ревусом топ. И потом еще сделали две обработки такие же как в восьмом варианте. То есть восьмой вариант отличается от девятого тем, что в девятом варианте вот вместо обычного ревуса еще вернее к нему к обычному ревусу добавили еще хороший карбоксамид плюс стробилурин для защиты от альтернарии. Но это была превентивная обработка. То есть альтернария появилась где-то числа 20-го. То есть получается сделали вообще рано. И в итоге получилось даже 4 обработки. Вот такая схема. Хотите посмотреть, что получилось? Да, давайте посмотрим. Смотрите, значит, контроль синяя линия практически к концу вегетации. Это показывается пораженность растений. Спасибо, Юль. Пораженность в процентах. То есть от нуля до 100%. То есть на контроле начиналось от нуля, поднималось, поднималось, и потом резкий пошел рост заболевания, и там процентов до 90%, может 80% с чем-то дошел к концу вегетации. То есть практически полное уничтожение ботвы от альтернариоза. Фитофтороза на поле не было. Дальше смотрите идут 4 и 7. Две линии это четвертый и седьмой вариант. 50% и 40% эффективности это когда мы добавляем к Ревусу, мы добавляем 2 обработки контактным препаратом, то есть манкоцебом, например, или пенкоцебом. Я не помню точно, какой это был контактник, но это был ДТО-карбомат. То есть, условно говоря, эффективность есть, но она невысокая. Две контактных обработки дали нам 40-50% эффективности. Дальше, смотрите. Второй и третий варианты, если вы помните, это были варианты, когда мы работали по симптомам. Второй вариант это был с Ревусом ТОП, третий вариант был с супермодным навороченным фунгицидом с СДХА плюс стробилурин. У Ревуса ТОП было эффективно 63%, у этого препарата 68%, но это первая обработка была по симптомам. Дальше, варианты 5 и 6. Это то же самое, только первая обработка была превентивная, то есть профилактическая, незадолго до появления симптомов. И сразу смотрите, эффективность 73-79, то есть эффективность Ревусом ТОП 73, эффективность с хорошим классным фунгицидом конкурентным 79, то есть условно говоря, гораздо, видите, влияние не фунгицида важнее, а влияние срока применения важнее. То есть в любом случае сработали лучшие препараты все, когда они были внесены превентивно, незадолго до появления альтернариоза. А когда мы уже начинаем по пятнам работать, эффективность всех препаратов стала снижаться. это то, что нам дали две обработки. А восьмой и девятый вариант это вот уже три обработки. И четыре. И девятый вариант это уже четыре обработки. И смотрите, вот насколько, то есть три обработки против альтернариоза были лучше, чем две обработки. То есть это вы уже помните, там система, там был и ревустоп, и вот этот вот супермодный фунгицид, и там же был контактник. И три обработки были намного лучше, чем две. Ну, на фоне шести обработок антифитофторным препаратом. То есть это была вот база шесть обработок антифитофторным препаратом, плюс наверх три обработки от альтернарии. И четыре обработки от альтернарии. И видите, вот четыре обработки 96-97, один процент. Вы уже разницы не увидите. А знаете почему? Вот, Юль, вернись, пожалуйста, на предыдущий слайд. Да, на красненькую. Потому что вот эта обработка, вот эта вот, которая девятый вариант, третьего июля, она была, скорее всего, не нужна против альтернарии. То есть альтернария появилась туда число к двадцатому, и в это время просто фунгицид мы выстрелили в молоко, да, стреляли и не попали в цель. То есть получается, что а вот эта обработка, которая была тринадцатого, она уже попала в цель. То есть условно говоря, разница между восьмым и девятым вариантом в эффективности один процент. Да, и очень интересно, как оно да, что оно точно так же повлияло и на урожайность. То есть вот если мы это дело еще переведем в наши центнирс гектар, в наши деньги, смотрите, на контроле у нас была урожайность 421 центнер и товарность 78%. Вот. На вариантах 4 и 7 это у нас то есть вот контроль, это не контроль, это 6 обработок против фитофторы, но альтернарии защиты не было. Варианты 4 и 7 это у нас те же 6 обработок против фитофторы, плюс наверх еще 2 обработки контактником. Вот уже урожайность 485-475 и товарность повышается 87-86 на 8-9 процентов. Есть рост. Но если мы возьмем условно говоря теперь более современные фунгициды Ревустоп или карбоксамид с СДЧАЙ и применим их два раза, но уже по болезни. Это варианты 2-3. Вот она 519-535 уже насколько выше урожайность и товарность 88 процентов. А если мы эти препараты применим превентивно, урожайность еще выше 539-543 и товарность похожая 89-90 процентов. А если мы сделаем 3 обработки или 4 обработки, то мы получаем товарность 95 процентов, урожайность 575-573. То есть урожайность не отличается. На одном уровне. Да, на одном уровне. Вот эта 4 обработка, первая, ну как бы она самая ранняя, она была не нужна, по сути. То есть факторы не сложились. Да, но мы видим, что насколько вот этот опыт, он очень многое объясняет. То есть нам надо попасть тогда, когда мы ждем альтернарию. То есть когда мы начинаем слишком рано, вы зря потратите деньги. То есть а как начать правильно, про это я вам рассказал в начале. То есть отсчитали 6 недель от полных сходов картофеля. И смотрим, если у нас погодные условия благоприятны развитию альтернариозов. Вот какие они должны быть, вот я вам рассказывал, сухо, влажно. Или, когда у вас растения ослаблены, они стрессуют, на них может сесть альтерната, альтернария альтерната. Вот тогда вам надо начинать работать профилактически. То есть вы можете и раньше начать, хуже не будет. Вот видите, между 8 и 9 вариантом вы получите на 1% лучший результат. Но когда именно точно начать, надо смотреть, то есть слишком рано не надо, но надо, чтобы и растение подошло к той фазе, когда она уже поражается патогеном. И факторы погодные или стрессовые, то есть у вас уже были для этого вот дела созданы. Да, да, хорошо, спасибо, Миша. И еще именно Миша с Марьей Алексеевной проводили опыты по регистрации и испытанию Миравис в рамках института. Миша, поделись, пожалуйста, что же получилось. Сравнивали с разными продуктами, именно с изичай-продуктами другими. Мы оценили эффективность и оценку урожайности, какова была прибавка контроля. Ну да, то есть смотрите, мы вот то, что до этого был опыт, это опыт был все-таки со старыми препаратами, а вот это вот уже мы эти же старые препараты сравнивали с Мирависом. И вот этот опыт был на... Вот этот опыт был на очень жестком инфекционном фоне. Там Мария Алексеевна заражала растения инфицированными зернами, то есть она автоклавированные зерна заражала альтернариозом в лаборатории, они там зарастали, и потом эти зерна разбрасывались, то есть мы имитировали природные условия, то есть альтернария поднимается снизу вверх. Вот, и соответственно там была жесткая альтернария, и эффективность вот традиционных препаратов на... Не на естественном фоне, а на искусственном фоне патогена она составила, видите, от 60 до 75 процентов. И на этом же фоне Миравис дал 87,5. То есть это очень крутая эффективность. Если бы там был натуральный фон, она была бы, может, даже еще выше. Вот, и урожайность, смотрите, прибавка к контролю в процентах, то есть, ну, на, скажем так, традиционных фунгицидах она была от 27 до 37 процентов плюс, на Мирависе она дала 41 процент плюс к контролю. То есть мы получили очень хорошие, очень хорошие результаты. Да, Миша, спасибо. Это исследование института Марии Алексеевны. Но мы проводим и свои исследования на наших площадках, на делянках, в частности, Антон, и проводил разные опыты. И вот в 2022 году в сезоне у него был интересный опыт, который его впечатлил. И мне просто приятно даже попросить Антона порасскажи, пожалуйста, о тех впечатлениях. Что ты увидел? Да, Мария Алексеевна, конечно, получила Миравис намного раньше. Но, наконец, в прошлом году, в 2022, и мне довелось испытать Миравис на своей площадке. Мы испытывали Миравис на сорте АОЭД. Первая обработка была в середине июля. Она была такая превентивная. В дозировке 0,35 литров на гектар. В дальнейшем были обработки еще три. Уже в дозировке 0,5 литров на гектар. При этом на поле присутствуют также и другие препараты. Ну и, конечно же, есть контроль, который ничем не обрабатывался. Все варианты, включая контроль, накрывались препаратами от фитофтора, то есть, которые не берут альтернарию, но берут фитофтору, чтобы исключить другие заболевания. Ну, фитофтору именно. При этом за после через три дня после первой обработки растения, картофеля на всех делянках были искусственно заражены альтернарией в большом количестве. Это то же самое зерно, которое Мария Алексеевна использует у себя в Унифе. И вот какие условия, на каком фоне, какие результаты получились? После такого количества инфекций, которые я внес в поле, я ожидал, что будет просто нереальный взрыв альтернарии. Я увижу огромное количество пятен, но этого не случилось. Заражение проходило 18 июля. Была влага, потом было повышение температуры. Тем не менее, капельный полив, хорошее питание, отличные условия, альтернария никак себе не показывала. Затем, когда уже растения начали естественно увидать, готовиться стареть, 8 августа снова пошли дожди, была высокая температура, и тут уже альтернария стартовала. 16 августа была последняя обработка, и после этого обработок больше не было. и в этот момент начался после этого момента начался как раз взрыв альтернарии на контроле в первую очередь, конечно, но и на других вариантах тоже. Мы видим, что через где-то примерно 10 дней после последней обработки количество альтернарий и степень ее развития начала очень сильно повышаться на всех делянке, кроме Мерависа. Меравис до самой диссекации смог сохранить уровень развития патогена на низком уровне. Да, мы видим, что процент поражения растений на варианте с Мерависом самый низкий. И как это выглядело вживую на испытательной площадке? Это, конечно, классно, но вот как это выглядело реально в поле, это 10-й день после обработки, после последней, больше ничего не было на поле. Видим, что с краю начинает заходить альтернария и заходит вглубь делянок. Это контроль и еще один препарат. Да, и потом сравнивали другого препарата. Тут тоже еще один препарат, и видим Меравис. На эту же дату, да? Да, это все одно и та же дата, участки эти рядом, все одинаково, и видим, что Меравис показывает себя гораздо лучше. Видим начальное проявление, но оно гораздо меньше, чем на других делянках. И у Антона была возможность снимать дроном сверху, как выглядели делянки на разных моментах? Та же самая дата, видим, как альтернария начинает распространяться, и видим, что Меравис отлично справляется и сдерживает заболевание. И потом, в итоге, Антон подсчитывал еще процент поражения. Да, да, да. Это последний учет, который делался, после этого уже была десекация. Видим, что полностью сгорел контроль, полностью сгорел один из вариантов, а Меравис держит и держит хорошо. И это на 31 августа такое завершение? Это 15 дней после последней обработки. Полива уже тогда давно не было. И это с дрона как раз вот тогда же 31 августа, та же дата. Обратите внимание, насколько отличаются. На некоторых вариантах есть зеленые растения, но это не картофель, это сорняки, которые освободились после картофеля, появились. Мы видим, что Меравис отлично себя показывает, что он держит болезнь. Вот вокруг видно, что она со всех сторон пытается зайти. Там были еще защитные полосы, и она от них, инфекция, пытается зайти. Но Меравис сдерживает. И все, а дальше десекация. То есть ты впечатлил? Я впечатлился. Во-первых, вот таким взрывом альтернария я никогда такого не видел, чтобы альтернария так быстро развелась. Конечно, я там насыпал этого зерна от души, и взрыв был серьезный, но я до глубины души был поражен, что вот так вот препараты действительно держат, держат эффективно. Я только каждый день бегал, как красиво, как классно, надо быстрее фотографировать. Да. Спасибо, Антон, здорово. Ну, вы знаете, мы проводили испытания не только на мелкоделяночных участках, но в этом году была возможность провести в производственных условиях, и в одном из хозяйств Ростовской области на двух гектарах в системе защиты хозяйства мы заменили только один фунгицид, и поставили вместо фунгицида, который применяет хозяйство, поставили Меравис. 20 июня был применен фунгицид на опытном участке Меравис, а на хозяйственном тот, который был в стандарте. То есть система отличалась только одним продуктом. Что прошло 38 дней, и только через 38 дней мы увидели разницу. Это видео, насколько отличаются два варианта, хозяйственный вариант и вариант, где применялся Меравис. В остальном вся система была одинаковая, только один элемент отличался. Я думаю, тут не нужны даже подсчет эффективности, все визуально хорошо видно. И мне хочется перейти еще к одному интересному проекту в компании. В этом году, в 2022 году, уже прошел год, и мы все возвращаемся, у нас стартовал пилотный проект полевые экспедиции. Мы знаем, что традиционно наша встреча проходит на поле, на днях поля. А в этом году мы разработали новый проект полевые экспедиции. И что это такое, и насколько понравилось этот проект, насколько подход такой подошел нам и агрономам, которые участвовали в этом. Антон, расскажи, пожалуйста, как раз на твоей площадке были такие организованные экспедиции. Да, в том числе на моей площадке в Коломне проходили полевые экспедиции. Что это такое? Люди могут, вы клиенты, наши друзья, Любое хозяйство. Любое хозяйство может записаться на посещение наших площадок, посмотреть вживую, как мы проводим наши опыты, какая эффективность препаратов, задать интересующие вас вопросы, подискутировать. Все это проходит в небольших группах, поэтому всем будет уделено достаточное количество времени, чтобы высказаться о своих проблемах, проразглагольствовать о эффективности тех или иных продуктов. Были разговоры про то, как патогены заражают, когда надо работать против этих патогенов. Копали картофель, Антон, да? Да, при желании люди заходили в поле картофель, сами копали, смотрели подземную часть, потому что у нас проходят испытания на разные группы продуктов, не только фунгициды, но и при патяная обработка, инсектициды бывают, в общем, разные-разные опыты. И все это вы можете увидеть вживую. Для того, чтобы записаться на посещение, вы можете либо отсканировать QR-код, либо пройти на нашем сайте в раздел полевые испытания, и там уже зарегистрироваться на посещение. Пощадок у нас 8 разных. Если вас интересуют картофель и овощи, это только коломна. Но если вас интересуют другие культуры, там зерновые, кукуруза, подсовочник, огромное количество культур, эти культуры есть на других площадках. И они тоже открыты для посещения. Можете спокойно туда записываться. Единственное, естественно, учитывайте, в какое время лучше записаться. Если вы хотите посмотреть, как работают продукты против альтернарии, то лучше, наверное, все-таки где-то в августе записываться, а не в июне, когда еще картофель только взошел. На сайте также вы можете посмотреть, какие опыты заложены на каждой из площадок. Если вам эти опыты интересны, продукты интересны, можете записаться и приезжать к нам в гости. Связаться со своим менеджером, с которым вы коммуницируете, сотрудничаете, и вот именно такой формат небольших групп позволяет углубиться в проблему и обсудить ее. Если у вас, например, возникла на поле какая-то проблема, вопрос, и вы понимаете, что это можно обсудить на таких опытах, как ее решить, эту проблему, то добро пожаловать. И Антон, мы разговаривали с ним, он тоже говорит, что очень понравился такой формат, потому что он наиболее продуктивный, потому что в такой камерной обстановке можно очень детально обсудить различные сложные моменты. И мы подходим к завершению нашей интересной сессии. Мы обсудили, думаю, подробно альтернариоз. Если возникли какие-то вопросы, мы можем сейчас в перерыве с вами обсудить. И хочется отметить, завершить на такой позитивной ноте, что с нашим новым фунгицидом Миравис здоровые растения получить легко. Спасибо вам большое. И, коллеги, спасибо большое за участие, за внимание и мне хочется рассказать вам, где у нас располагаются другие сессии. Есть ли у вас на бейджике? Юля, все продумано. Да, подходят, люди спрашивают. Давайте сейчас скажем спасибо нашим экспертам. Огромные аплодисменты. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok